Что ж, всем привет, с вами Дива, добро пожаловать на мой канал, сейчас мы с вами посмотрим Дочек от Ванзая, повторяем новогоднюю игру из новогодних фильмов, тут Чарли Шоколадная Фабрика, Один Дома и Эллиот, я не... все помню, кроме Эллиота, Эллиот, я... что это? Ладно, надеюсь, походу вспомни, потому что что-то у меня совсем из головы это выбило, ну, поехали смотреть, с наступающим, самое время, самое время с наступающим, да. Привет, Новый Год вот-вот наступит, и я думаю, в это время просто все обожают смотреть новогодние мультики и фильмы, поэтому сегодня мы повторим еду именно из таких праздничных историй, поехали. Начнем с фильма Чарли Шоколадная Фабрика. Открыв шоколадку, Чарли попался за век... Я вот только недавно посмотрела Долвека, все плюсы шоколадной фабрики. И он вместе со своим дедушкой отправился на шоколадную фабрику в Виле Вонке. Мы хотим повторить ту самую шоколадку из фильма с соленой карамелью внутри. Для приготовления настоящего шоколада нужны какао-бобы. Они похожи на какао-бобы, но очень вкусно пахнут шоколадом. Сейчас они сырые и в оболочке, поэтому пересыпаем их в противень. Распределяем и в духовку. Какао-бобы готовят. Типа прям вот, от какао-бобов и шоколада. Спустя минут 20 они обжарились, и можно доставать. Теперь с каждого зернышка снимаем скорлупу. И вот такие очищенные бобы перекладываем в миску. Выглядят какие-то горелые орехи. Такого количества бобов нам с головой хватит. Теперь пересыпаем их в электро-кофемолку и смалываем. Вкус, оно кажется очень-очень горьким. Молотые бобы пересыпаем в другую миску. Получается вот такой крупный шоколадный порошок. Теперь нужна советская кофемолка. Присоединяем к ней дрель. Кофемолка? Я думала это... Засыпаем нашу крупку из какао-бобов. И перекручиваем на большой скорости. Получается стопроцентный черный шоколад. Самую сложную часть мы уже сделали. Дальше нужно какао-масло. Отправляем 300 грамм в миску. Теперь кукурузный сироп добавляем 3 столовых ложки. Какой сироп? В миску. Теперь кукурузный сироп добавляем 3 столовых ложки. И ставим на паровую баню. Постоянно помешивая растапливаем какао-масло наполовину. После чего снимаем и дорастапливаем уже без плиты. Сам, давай, сам. Всыпаем 200 грамм нашего черного шоколада. И 200 грамм сухого молока. Очень тщательно все это перемешиваем. Вот это уже выглядит вкуснее. 10 минут спустя получаем молочный шоколад. Нам нужны вот такие формочки для шоколадок. Добавляем понемногу шоколада в каждую секцию. Распределяем его. Переворачиваем формочку и сливаем все лишнее. И оставляем шоколад застывать. А пока сделаем соленую карамель. Я где-то слышала, что нужно делать какой-то темперированный шоколад. Я не совсем понимаю, что это. Вот, например, клубника в шоколаде, да? И ее нужно покрывать темперированным шоколадом. Я не знаю, что это. Вот, но из-за этого, как бы, когда берешь клубнику эту, шоколад не будет прилипать к рукам. То есть не будет размазываться, то все. Он будет просто, как бы, шоколад. Вот. А относится ли это к шоколадкам, как бы, обычным шоколадкам? Интересный вопрос. Всыпаем в сотейник 120 грамм сахара и ставим на плиту. Медленно превращаем сахар в карамель. Когда она уже стала янтарного цвета, добавляем 50 грамм масла и вмешиваем его. Остается отмерить 80 миллилитров жирных сливок и влить их. Перемешиваем. И на этом карамель готова. Ее осталось только процедить от оставшихся кристаллов сахара. Добавить пол чайной ложки соли. В последний раз перемешать. И на этом соленая карамель готова. Наши шоколадки уже застыли. Наносим на них тонким слоем карамель. И сверху еще один слой шоколада. И еще раз растужать. Распределяем, чтобы он попал в каждый угол. А палочкой убираем все лишнее. Удобно. После полного застывания достаем шоколадку из формы. В фильме на каждом квадратике было написано «вонка». Но у нас шоколадка получилась меньше, поэтому сюда влезет только «W». Нацарапываем эту букву на каждом кусочке плитки. Расстилаем фольгу. На нее выкладываем шоколадку. Вырезаем золотой билет и тоже выкладываем сверху. Аккуратно заворачиваем фольгу. Такой приятный шаль из фольги. Ну и конечно же приклеиваем обертку «вонка». Шоколадку из фильма «Чарли и шоколадная фабрика» мы повторили. Прикольно. Пришло время ее попробовать. Вместе с билетом надо кусать. Это очень вкусный шоколад с соленой карамелью внутри. Гораздо вкуснее магазинных шоколадок. До нового года осталось совсем немного, поэтому давайте я вам покажу самые удачные товары, которые купил в этом году. В категории до 10 долларов это вот такие RGB лампочки. Мы их купили специально. Сорян, но я очень люблю смотреть распаковки. Так что мы это посмотрим. Это какие видео? Это очень крутая штука. Это очень крутая штука. Я долго сижу за компьютером, а он разминает мне спину и прогревает ее. Ну и одна из самых дорогих покупок в этом году – телевизор. В свободное время я смотрю на нем фильмы и видео в 4К разрешении. Перед тем, как совершить такую дорогую покупку, я всегда захожу на Е-каталог. Так как телевизоров тысячи, а хочется выбрать с ними. Сравнивать в описании, я оставлю вам стойки подарок, но легендарный фильм «Один дома». Кевин сказал, что приготовил макароны сыром в микроволновке. Поэтому мы сделаем точно так же. В глубокую миску насыпаем макароны. Солим. И заливаем водой, так чтобы она их немного покрывала. Холодная вода. Аккуратно все это ставим в микроволновку. На 10 минут при мощности 800 ватт. Пробуйте макароны, и если они не готовы, то ставьте еще. А чтобы они получились такими сырными и желтыми, как в фильме, нужен сыр чеддер. Натираем его натертые. Уважаю макароны с сыром. Макароны готовы. Добавляем натертый сыр. Также поливаем сливками. А, еще сливки нужны. Перемешиваем. И еще раз в микроволновку на одну минуту. В последний раз перемешиваем супер сырные макароны. И перекладываем на плоскую белую тарелку. Получилось прямо как в фильме «Один дома». А на вкус это офигенно. Вроде ничего сложного, макароны с сыром, но как же это вкусно. Сливки. Последний новогодний мультик это Элиот. Олень, который больше всего мечтал о том, чтобы возиться не Санта-Клауса. Мы хотим приготовить волшебные печеньки, которые где-то в середине мультика съела его подруга Хейзл. Итак, десество распечатываем и бросаем в миску 250 грамм масла. Сюда же всыпаем сахарную пудру. Обычную и с ванилью. В сумме нужно 500 грамм. Хорошо все это разминаем вилкой и перемешиваем. Разбиваем миску 4 яйца. И вмешиваем их в эту массу. И специи 4 чайных ложки имбиря. 2 чайные ложки корицы. 2 столовые ложки меда. И перемешиваем. Засыпаем в другую миску 900 грамм муки. Я не могу стрельточить, это из-за музыки. 2 чайных ложки разрыхлителя. А также соль. Соль. Вливаем сюда жидкую часть. Она уже выглядит очень вкусно. Я просто обожаю такое тесто. Ну только если не я его приготовила. Потому что если я его приготовила, я у сырым точно есть не буду, потому что это опасно. Для меня. Замешиваем сначала лопаткой, а чуть позже руками. Получается вот такое супер ароматное тесто. Даем ему отдохнуть в холодильнике час. После выкладываем на пергамент и раздавливаем руками. Раскатываем скалкой. Стаканом выдавливаем круглые печеньки. И выкладываем на противень. Они большие и довольно получаются. Также прикладываем трафарет леденца. И вокруг него вырезаем тесто. Тоже выкладываем на противень. Софиска такая. Также вырезаем пряничного человечка. Он большой прям получится. Эту с руку. Эту с руку. И звезду. Отправляем все это в духовку на 20 минут при 180 градусах. Пока печеньки горячие, раздавливаем их доской. Чтобы не стали более плоскими. А для глазури из трех муриных яиц добываем белок. И взбиваем с помощью миксера. Появилась пена. Добавляем сахарную пудру. И продолжаем взбивать. Должна получиться вот такая глазурь. Разделяем ее по пиалкам. Я раньше очень любила. Добавляем пищевые красители разных цветов. И вмешиваем их. Разливаем все цвета глазури по кулинарным мешкам. Я на секундочку не поняла, почему стакан. Итак, на леденце рисуем сначала край белой глазурью. Затем разделяем печеньку на секции. Секции. Геометрия! Половину заливаем белым цветом. А вторую половину красным. И остальные пряники разрисовываем тоже как в мультике. Очень медитативное занятие. Прямо как раскраска в детстве. Только очень вкусно пахнет имбир. Дернулся такой. Максимально гремльские звуки. На печенье. И в конце все это можно будет съесть. Круглый леденец. Это снежинка. А не звездочка. Вот она как. Выкладываем все наши печеньки в черную тарелку. Но они прям гигантские. Получилось вообще не так идеально как в мультике, но я старался. В фотошопе я сделал такую же картинку как в мультике. И распечатал. Приклеиваем к ней палочку. И устанавливаем табличку. Все волшебные печеньки из мультика Эллиот мы повторили. Давайте попробуем. Прям ешь печеньку и чувствуешь все эти пряности. Имбирь, корицу и ваниль. А если это видео подняло вам новогоднее настроение, то ставьте лайк. Пишите в комментариях свой самый любимый новогодний фильм и мультик. Например у меня это один дома. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Ну что ребят, спасибо огромное за просмотр. Этот выпуск был очень сытным. Так хочется теперь кушать. Так хочется макароны с сыром. Насчет любимого зимнего мультика я не знаю даже что сказать. Потому что постоянно одно и то же по телевизору крутили. Но мне очень нравилось пока Русели, когда показывали про каких-то эльфов, которые что-то делали. Я даже не помню как этот мультик называется. Но он был настолько залипательный. Вот что я просто такая. Надо его посмотреть. И я тогда была не маленькая. Но это не имеет значения. Вот сейчас я не могу уже к сожалению вспомнить. Возможно это из-за того, что новогоднее настроение. Как-то не очень присутствует. Вот я не могу вспомнить, что я прям так люблю. Что мне прям новогоднее настроение поднимает. Пока не увижу, скорее всего не вспомню. Это грустно на самом деле. Ладно, спасибо большое за просмотр. Ссылочка на оригиналы будет в описании. Вот в комментариях напишите, как у вас с новогодним, 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 новогодним настроением будет. Есть, нету, планируется, нет. Прям всё печально. В общем, да, и всё. Пока-пока-пока.